Корейцы нынче взяли такой бодрый темп по обновлению своих моделей, что всем остальным остается только завидовать. Вот, например, Kia Sportage. Кроссовер четвертой генерации только отпраздновал пятилетие, а ему уже готова замена. Да какая! Формы кузова сделались совсем иными, а размеры оказались поистине исполинскими. От нынешнего Sorento будущий Sportage отстает по длине всего на полтора дециметра. Впрочем, для европейского рынка будет создана укороченная машина. В салоне под единым гнутым стеклом установлены экраны приборов и медиасистемы диагональю 12,3 дюйма каждый. И трудно представить, как будут выглядеть простые вариации со стрелочным инструментарием и обычной магнитолой. При этом корейцы обещают иной уровень отделочных материалов, богатый набор опций и прочие вещицы, которыми принято завлекать современного покупателя. Это, в частности, полный набор ассистентов и панорамная крыша. Или вот еще адаптивная подвеска. Не факт, что она нужна, но мода требует. Также мода требует создания внедорожной и спортивной вариаций, что отличается от базового кроссовера внешним обвесом. Обсуждать моторы особого смысла, пожалуй, не имеет, ведь пока обнародованы только данные южнокорейских версий. А они, как известно, имеют свою специфику. В Россию же новый «Спортач» придет весной 2022 года. Следующая новость конкретно для нас мало актуальна, зато весьма любопытна сама по себе. Напомним, что британский нефтехимический концерн «Инеус» решил действовать кардинально, создав собственный Land Rover Defender. К концу 2021 года товарной машины не будет, однако работы над ней идут полным ходом. И в качестве доказательства публике предъявили салон внедорожника. По словам создателей салона, они посмотрели, как организовано внутреннее убранство кабин самолетов, кораблей и тракторов. А потом сотворили нечто похожее. В том смысле, что для всех перечисленных типов техники функциональность важнее дизайна. На грубовато исполненной передней панели расположились нарочито крупные клавиши и рукоятки, а управление внедорожным функционалом вообще выведено на потолочную консоль. Для отделки интерьера использованы износостойкие материалы. Что касается характеристик, то пока представители марки ограничились лишь общими фразами про шестицилиндровые моторы BMW. Хотя прием заказов на внедорожники Ineos Grenadier вроде бы откроются уже осенью.